От сокращения окладов парламентариев и министров выиграет президент, газета РБК. От сокращения окладов парламентариев и министров выиграет президент Светлана Бочарова полночь 25, 10 марта 2015 года. Фото, Екатерина Кузьмина, РБК фото, Екатерина Кузьмина, РБК 10% сокращение зарплат высших должностных лиц уменьшит ежемесячные выплаты парламентарием на 40 тысяч рубль, а министрам-силовикам на 78,6 тысячи рубль. Имиджевый плюс получил президент, а не Дума, считает эксперт. Указ о 10% сокращении зарплат президенту, премьер-министру, членам правительства, генеральному прокурору и председателю СКР был подписан Владимиром Путиным 27 февраля и опубликован 6 марта. Сокращение зарплат этим высшим чиновникам начало действовать с 1 марта этого года, пониженные зарплаты будут выплачиваться до 31 декабря, сказано в документе. С 1 мая 10% сокращение зарплаты также ожидается в администрации президента, аппаратах правительства и счетной палаты, сказано в других трех президентских указах, опубликованных в тот же день. До того в течение двух лет зарплаты высших российских чиновников лишь повышались. В середине апреля 2014 года Путин подписал указ о повышении в 2,65 раза зарплат себе и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В сентябре 2013 года и сентябре 2014 года было увеличено вознаграждение членов правительства, руководителей силовых ведомств и министра обороны. В результате зарплата самого низкооплачиваемого высшего чиновника, уполномоченного по правам человека, превысила 341 тысячи рубль. Самые высокооплачиваемые министры-соловики стали зарабатывать 786 тысяч рубль. По посчетам РБК, президентский заработок после прошлогоднего повышения составил 713 тысяч рубль, премьерский – чуть выше 570 тысяч рубль. По посчетам РБК, после 10-ти процентного сокращения зарплата Путина составит 641,7 тысячи рубль, Медведева, Матвиенко и Нарышкина – 513,4 тысячи рубль. Федеральные министры потеряют от 39,9 тысячи рубль. Министры несилового блока – до 78,6 тысячи рубль. Министры-соловики. Их сокращенные зарплаты без учета ежеквартальных поощрений составят соответственно 359,5 тысячи рубль. У гражданских министров – и 707,4 тысячи рубль. У министров обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, директоров ФСБ, СВР, в СУИТ-Д. Зарплаты сенаторов и депутатов, приравненные к заработкам гражданских министров, сократятся до 359,5 тысячи рубль. Ежемесячная экономия на зарплатах только 450 депутатов и 170 сенаторов, включая обоих спикеров, составит 24,8 миллиона рублей, посчитал РБК. 24 февраля, за три дня до подписания президентом указа о сокращении зарплат высшим чиновникам, с инициативой сократить заработки депутатов на 10% выступил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Он сказал, что обратится с таким предложением к президенту, если идея будет поддержана фракциями Палаты. К моменту публикации президентского указа Нарышкин получил официальную поддержку лишь от одной фракции, или ДПР. Фракция КПРФ предложила спикеру создать межфракционную рабочую группу для поиска других ресурсов для сокращения бюджета Думы. Ф. Ракции единороссов и эсеров инициативу Нарышкина на своих заседаниях не обсуждали, говорили РБК их представители. Путин издал указ, не дождавшись инициативы Думы, поскольку это должно было быть государевое решение, считает политолог Алексей Макаркин. Имиджевые плюсы от этого решения получит Путин, а не депутаты. В обществе сложилось устойчивое мнение, что они зарабатывают очень много, и по сути снижение зарплат на 10% не слишком существенно, резюмирует Макаркин. При участии Дарью Цой. Автор статьи Светлана Бочарова.